10 декабря стартует культурный марафон «Новогодняя республика». Он приурочен к грядущему столетию региона. Для жителей муниципалитетов подготовят яркую концертную программу и кинопоказы новых картин о выдающихся земляках. Подробности у Дмитрия Ковалева. Следующий год станет насыщенным на масштабные фестивали. В преддверии юбилейной даты в республику планируют пригласить лауреатов премии «Душа России». В программе и выступлении трехтысячного детского сводного хора и музыкальная битва 100 лучших гармонистов со всей страны. Праздничный марафон охватит все муниципалитеты. Празднованием векового юбилея планируется охватить всю республику, задействовать их жителей, чувашское население, субъектов Российской Федерации. Этот праздник должен стать всенародным. В каждом районе пройдет выставки Чувашского национального музея. Мы выезжаем туда. Мемориальный комплекс летчик-космонавта Николаева. Достигнуто договоренность об организации в июне 2020 года Международного фестиваля детского творчества «Песенка года 2020». Столетие республики станет поводом развивать межрегиональные связи, отметил Михаил Игнатьев. В Крыму, Севастополе и Самаре уже прошли Дни культуры Чувашии. На очереди Уфа, Санкт-Петербург, Ульяновск и Москва. Все мероприятия должны быть проведены достойно, и мы должны улучшить социальное самочувствие каждого жителя, каждой семьи. Понятно, это история, это традиции, уклад жизни. В юбилейный год на первый план выходят семейные ценности. История республики – это прежде всего память. Неразрывная связь поколений, отметил глава региона. Это практически сокровище, можно сказать, нашего общества. И с этой точки зрения придавать нужно и современности, для того, чтобы молодежь тоже была бы вовлечена. Тем более 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне еще раз придает значение, значит, и еще раз все это дело передавалось нашему молодому поколению. Уникальные документы из архивных фондов республики планируют увековечить в книгах. Об истории каждого муниципалитета жители услышат в теле и радио эфире. В каждом муниципалитете сейчас будут создаваться собственные программы о жизни района, о людях, которым гордятся земляки, о том, как в самых отдаленных уголках республики готовиться к празднику, о достижениях непосредственно муниципалитета. От члена форкомитета поступило и еще одно предложение. Увековечить юбилейную дату в названии одной из столичных улиц. Назвать или улицу столетия Чувашской республики, или какую-то площадь, или еще какой-то сквер, парк и так далее, чтобы увековечить все-таки столетие Чувашской республики, проходит один раз, и на многие-многие годы оно бы звучало. Эту и другие инициативы Оргкомитета рассмотрят в ближайшее время. Дмитрий Ковалев и Павел Рыдков, Республика.